Дорогие зрители, всем огромный привет! Всех приветствую на моем уютном канале. Я нахожусь сейчас в центре Москвы, но не поверите, здесь небольшой такой вот оазис красоты. Смотрите, какая красота. Приглашаю вас в новое видео, покажу немного, как я здесь прогулялась. Ну и оставайтесь со мной, в видео будет много всего интересного. Экологическая тропа в парке и усадьбе Трубецких находится. Она недалеко от метро Фронденская. Работает всего два дня в неделю. Я вначале показывала вам график работы. Лучше уточняйте на сайте. Тропа эта функционирует, я так поняла, с 50-х годов, когда здесь появился что-то вроде клуба натуралистов, где юные школьники высаживали деревья. Кстати, в парке и усадьбе Трубецких бывал даже сам Пушкин, так что место это историческое. Ну а во время Второй мировой войны здесь находились зенитки и, в общем-то, большинство деревьев были уничтожены. Поэтому именно школьники и восстанавливали данное место. Была удивлена тому, что каждый практически день проходила и не знала, что здесь есть вот такой вот зеленый островок в центре Москвы, где можно прогуляться. Кстати, очень старый дуб. Возможно, он тоже видал самого Пушкина. Я медленно переключаюсь и мы с вами уже находимся в магазине Сенсей. Итак, магазин этот открылся вновь в некоторых городах под другим названием. У нас название вроде бы он сохранил тот же самый, ассортимент тот же самый и, конечно, заглянем в отдел для дома. Хочу сказать, что ассортимент тоже там практически не изменился. Возможно, продают старые предметы, оставшиеся еще до закрытия. Цены в основном также прежние. Например, на хлебнице, на миске. 449 рублей маленькая и большая, по-моему, 600 с небольшим рублей. Они стоят... Кстати, вот эту доску покажу. Она вот прям полная аналогия доски из H&M Home, только стоит здесь гораздо дешевле. Могу сказать, что многие предметы здесь находятся как бы на острие моды, но в то же время есть какие-то небольшие предметы мебели. Например, вот такие пуфики. И вот они мне очень нравятся. У меня есть конкретно такой пуфик. Из старых видео могли уже, наверное, его видеть. Я сняла у него ножки, и он стал, ну, так скажем, более устойчивым. Так вот, этот пуфик стал немного дороже. 1899 он стоит. И есть здесь немного предметов для детской комнаты. В частности, очень советую присмотреться к таким корзинам. В них очень удобно хранить игрушки, различные мозаики, лего, ну, в общем, все то, что обычно присуще детским комнатам. И вот такие корзиночки тоже можно для этого использовать. Плед, который является полной аналогией пледа из H&M Home. Размер его 160 на 2 метра. И стоил, по-моему, он в районе 1100, кажется. Ну, в основном здесь очень много предметов, которые повторяются, как я и сказала, да, либо являются копией. А вообще магазин в целом неплохой. А еще мы с вами в этом видео отправимся в Second Hand, в Piaga Hand, где я покупаю текстиль для дома. Иногда я все же заглязываю в отдел с одеждой, но это происходит в последнее время реже. Хотя в этот раз я нашла абсолютно новые брюки. И стоили в районе 600 или 700 рублей, по-моему. Кстати, очень советую заглядывать в отделы с мужскими рубашками. Там тоже бывают абсолютно новые модели с этикеткой. Мне, конечно, больше всех интересней текстиль для дома. Но вот, к сожалению, здесь все меньше стало появляться европейский текстиль. И надо сказать, что многие скатерти, салфетки, которые здесь висели, они так и висят, наверное, с где-то примерно пасхальных времен. Я вот дорожку эту уже встречала. И некоторые другие скатерти с вышивками. Возможно, это связано с высокой ценой, потому что без скидки они стоят где-то 450-600 рублей. И, вероятно, действительно, это связано с ценой, что их не раскупают. Но вот абсолютно точно некоторые скатерти я уже здесь встречала. Либо это какие-то копии. Возможно, это тоже бывает. Я всегда весь текстиль, который хочу купить, раскладываю вот так на подоконник и внимательно смотрю на различные повреждения, либо пятна. И в этот раз мне попался замечательный плед. Я думаю, что все-таки это плед. По крайней мере, его размеры я вам показала. Из H&M. Он стоил 700 рублей без скидки. И в нем, по-моему, 40 или 50% шерсти. На самом деле, я заглянула в Second Hand, чтобы найти обивочную ткань для этого стула. Реставрация которого мне предстоит. Точнее, у меня два стула. Но ничего я там не нашла, поэтому ткань я заказала. В ближайшее время покажу. Еще сейчас реставрирую вот этот картотечный шкафчик. Видео уже сняла, так что, думаю, скоро на канал обязательно добавлю. Вот здесь небольшой процесс уже реставрации. И обязательно подписывайтесь на мой канал, следите за выходом новых видео. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok